Здравствуйте, уважаемые семиклассники! Мы продолжаем изучать историю России. Видеоурок 27, тема, соответственно, 27-я. Звучит она так, продолжение Ливонской войны, речь посполитая. Годы, которые мы рассматриваем, это 4 года, 1577-1581. Во время Ливонской войны Польское королевство и Великое княжество Литовское объединились в единую речь посполитую. Речью называлась Республика. Они заключили Люблинскую унию, и это состоялось в 1569 году. Последний король, Ягеллон Сигизмунд II Август, не имел сыновей. Поэтому магната и шляхта в 1569 году решили, что после смерти короля эту должность в дальнейшем будет выбирать польско-литовский сейм. Сигизмунд II Август скончался в 1572 году. На трон Речи Посполитой пригласили французского принципа Генриха. Но выбор оказался вовсе неудачным. И Генрих не придумал ничего лучше, как сбежал на свою родину. Следующим выборным королем стал в 1576 году князь Трансильвании Стефан Баторий. Это был чрезвычайно умный, решительный и опытный политик. К тому же он был хорошим военачальником, воеводом. Внимательно следил за европейскими военными новшествами. По условиям своего избрания он женился на сестре Сигизмунда II Августа. В Речи Посполитой кипели страсти и разногласия среди политической элиты. И Баторию понадобилось несколько лет, чтобы сплотить страну. Это, само собой, отвлекало нового короля от внешней политики и активного в ней участия. Послеоприченный Иван Грозный также по-прежнему все свои помыслы сосредоточивал на борьбе за Ливонию. Ради обладания ею он готов был даже пожертвовать западными землями, отвоеванными у Литвы. К 1577 году русская армия овладела почти всей Ливонией, за исключением Курляндии, а также за исключением ряда небольших областей вокруг Риги и Ливеля. Иван IV решил создать вассальное России Ливонское королевство. Во главе его, этого королевства, он поставил принца Магнуса, брата датского короля Фредерика II. Он пресекнул царю еще в конце 1569 года и чуть позже женился на племяннице Ивана Грозного Марии, дочери Владимира Старинского. Во главе войска Магнус ходил на Ригу, но правда без каких-либо результатов. Царь разочаровался в Магнусе и стал обращаться с ним как с обычным подручником. Магнус и несколько других высокопоставленных немцев восприняли это как издевка и бежали в речь посполитую. Тем временем Стефан Баторий навел порядок внутри своего государства. Он нанял хорошо обученных западноевропейских офицеров, венгерских солдат, собрал боеспособных шляхтичей и стал готовиться к войне, перешел к активной внешней политике. В 1578 году Баторий заключил союз с Турцией и Крымом против России, при этом заручился поддержкой Саксонии и Брандербурга. В 1579 году он штурмует Полоцк и занимает его, а в 1580 году занимает Великие Луки. Россия потеряла свои завоевания на подбережье Балтики. Иван Грозный предложил Баторию переговоры о мире, но король отказался. Русские полки постепенно вытесняются из Ливунии и уже в августе 1581 года Стефан Баторий осаждает Псков. Псков уверенный в победе, готовится к параду, но правильный судил некий польский пан, который написал «Любуемся Псковом! Господи, какой большой город! Точно Париж! Нужно усердно молить Бога, потому что без его помощи нам не получить здесь хорошей добычи. Не так крепкие стены, как твердость и способность псковичей обороняться». Осада города продолжалась до января 1582 года. Царь не послал помощи, но и Псков не сдался. Возглавлял оборону Пскова мудрый воевода князь Иван Петрович Шуйский. Пять месяцев гарнизон и жители Пскова держали оборону. Противник более 30 раз штурмовал город. Даже дети и женщины помогали воинам. Стефан Баторий послал отряды к Псково-Пчерскому монастырю, что в 60 километрах от Пскова. Однако стрельцы при поддержке монахов успешно отбили и тут приступ. С иконами в руках монахи вели работников и ратников на неприятеля. «Русские едят один хлеб, умирают с голоду, но воюют и не сдаются». Так писал очевидец событий. Самоотверженность жителей и армии спасли Псков. Так Каразин писал. «То истина, что Псков или Шуйский спас Россию от величайшей опасности и память всей важной заслуги не изгладится в нашей истории, доколе мы не утратим любви к Отечеству и своего имени». Задание на дом. Первый вопрос. Какая связь между опричненной и Ливонской войной? Второй вопрос. Как завершалась Ливонская война? И почему именно так, а не иначе? Третий вопрос. А характеризовать этапы, основные этапы Ливонской войны? Итак, Ливонская война заканчивается. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok